Евангелие от Матфея, 27 глава, 23 стих. Правитель сказал, какое же зло сделал он, но они еще сильнее кричали, да будет распят. И это римское право. И оно ничего не могло сделать. То есть фанатизм противников Христа был настолько сильным, что Пилат должен был им уступить. Если бы Пилат был исполнителем точной закона римского, то они бы ничего с ним не сделали. А но за ним числились грехи свои, и евреи могли на него нажаваться императору, и его убрали бы. Поэтому он подумал, легче отдать Христа на распятие, нежели лишиться своей должности или головы. Поэтому вывод-то один. Готовы ли мы к смерти? Речь шла о смерти Христа, а на самом деле здесь и о смерти Пилата решила. Предание сохранило такую мысль, что Пилат был казнен. За другое найдено было правильности. Иные говорят, просто в ссылку был. Есть вариант такой, что после смерти видят его в аду, и он моет руки, а не в крови, и нечистые. И постоянно он слышит только одно, что я чист и нечист. Это предание. Но предание в себя иногда включает подлинный смысл того, что было. Первая книга Старш, 14.44. Я хотел посмотреть о смерти, как к смерти готовится. Да будет предан смерти. Стоит ли бояться смерти? Потому что перед смертью и герои пасуют. И сказал Хаул, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Это отец говорит сыну. Сыну, который в этот день одержал блистательную победу над телестемлянами. Съел меду невозу. Отец заклял не еб, а он даже и не знал, что в Старе не было. Нашел в лесу мед и поел, и отец его приговорил к смерти. Какой же это хозяин? Вот очень часто такое встречается в делах церковных. Вот про этого самого епископа щукотского, анадырского, Диамида. Он многое не знает, но он выступил правильно. Так дальше не должно быть. Он говорил там и об ННН, и о том, что со всеми религиями спутались и вместе. Его нельзя было никак трогать. Его к нему нельзя было прикасаться. Он никого от веры не отводил, ничего. Но с этим что-то будет. Каким-то образом его голос, брошенный рот, где-то должен найти отклик. Почему о нем один священник сказал? Его имя, Диамит, очень сходно со словом Динамит. Но сколько там грамм или тонн, мы этого не знаем. Если бы прямо по Евангелии он выступил. Может быть, покрепче молиться, да найдется еще один какой-то Диамит, который покажет, что веру православную сегодня православные не знают. Вера православная заключается в почтении к Святой Троице, в знании священного Писания, в благовестии, в готовности умереть до Слова Божия. Ничего этого нет. Что бы мы ни взяли евангельское, как будто никогда в руки Евангелии не брали. Вызов брошен. А может быть, его Бог так возлюбил, что и сняли с него сан, чтобы не быть ответственным. Когда человек арестован или отстранен от должности, то он теперь не отвечает за то, что делается. Это Бог по любви своей так делает. Первое царство. 22.16. И сказал царь, ты должен умереть, Ахимилев, ты и весь дом отца твоего. Это то же самое соус. Давид бежал, в город Ному пришел. Все знают, что это зять царский, выполняет его поручение. Он так и сказал, я выполняю царское поручение. Он его приютил, накормил, отпустил. 80 с лишним священников. И царь призвал их, вы на их стороне. Да мы знать еще не знали, все даже умеют, и всех убил. Весь город Нерезон. Всех священников погубил. Отношение к смерти у царя Саула было страшное. И такую страшную смерть Бог дал ему. Он самоубийца. И в Израиле на целое тысячелетие имя Саула исчезает. Нигде не называют. Иногда люди говорят, подражание героя-то должно быть. Да, это был хороший царь. Бог его избрал. Но он свихнулся с прямого пути. Он пошел не тем путем. У нас вот есть фразы такие, что ты отверг меня, говорит Господь, и я отвергну от тебя царство твоего. Это речь шла о Сауле. Он все делал самовластно. Что сдумал, то и делал. Жертву приносить. Принесу жертву священника. Вообще, чем выше меня священники. Это путь сектарства, ереси. И Бог сразу отверг. Но он дальше делает правильно. Не надо Богу правильно. Богу надо так, как Бог сказал. Непослушание это то же, что волшебство. Бог сказал, а он не понял. Но я разве волшебник. Пойдешь к ведьме перед самой смертью. В ночь перед своей позорной смертью он пошел к ведьме. И она ему дальше стала ворожить. Вызвала Самуила и прочее. Вторая паралипоменон 15-13. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израильева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина или женщина. Страшное место. Израиль был поставлен пепахтом. Им открылся Бог Егова, и они обязаны его знать. Богу Егову идет служение, все обязаны быть. Три раза будут. Но я не могу, у меня какая-то причина смерть. Вот она вынесена. А если это знатный человек, смерть, не имеет значения никакого. У нас-то ведь не так. У нас добровольное дело любви. Ты не ходишь. Ну, не ходишь. Печально, жалко. Ты будешь жалеть. Ходи. Ищи Господа. Идти на собрание, где Слово Божие звучит. Об одном я просил. У Давида много было молитв, 150 слов Бог, чтобы пребывать мне в доме Господнем и прославлять имя Господне. Он все молитвы славил к одному, только от детей Божьих не отойти. Ты, кажется, а чему можешь научить? Тут у меня дети, они почти неверующие. Чуть-чуть, может быть, где-то есть. А я каждый день от них чему-то научаюсь. Я должен их поступок тебя увидеть. И что бы со мной было, если бы Евангелие меня не встретилось. Что бы было со мной, если бы Дух Святой не побудил покаяния в этот день. Я прихидываю и в любом случае нахожусь, что я хуже стих был бы. И сейчас-то еще неизвестно, что. Человек, который не знает Господь, это вместилище всех преступлений, всех уголовных законов, какие существуют в мире. Почему? А дьявол молчает. Знание закона Божия очищает человека, отводит от смерти. Ты хочешь, чтобы твой ребенок не попал в тюрьму и не был приговорен к смерти. Садей его за Библию. Я вас просил, детям давайте задание один стих выучить. Ведь нет этого. С ребятишками занимаются, они так быстро все схватывают. Ну, разум свежий. Упускайте возможность день за днем. Вторая, Патаминон 25, 4. Не должны быть умерщвляемы отцы за детей. И дети не должны быть умерщвляемы за отцов. Но каждый за свое преступление должен умереть. Это очень поучительное слово. Какие наши были отцы, что они нам оставили, они понесли свое. И ваши дети, если от вас ничего не получат, они свое получат, конечно. Но и отвечать за них придется. Это умереть он не должен. Умереть, когда сделал преступление, кого-то убил. Но когда речь идет о научении, и не учили детей, и дети сделают преступление, это по государственному закону. Родители оплачивают все повреждения, какие сделал работник. Штраф накладывается на родителей, не на детей. До их совершеннолетия. Приучайте детей к тому, что они будут во враждебной среде. Над ними будут смеяться. Вот дети, отделенные лаптисты, дети адвентистов. Они прикрепили большие лишения во времена советской власти. Но стояли на своем. Как они их мотали? Потому что занимались. А кто занимался, их сажали и сажали. Учителей этих, воспитателей. В Арнауле была одна такая горбатенькая, маленькая. Но голос стал в сбонке. Она занималась детьми во всем. Думаю, никогда не посадили. Посадили ее. Потому что дети, это сатаны и бога. Здесь на них сталкивается все. Вот я и дети мои, ты должен будешь сказать, которые дал мне Господь. Это они твои. Ты не знал, что дочь или сына родится, какой цвет глаз будет у нее, какие таланты. Бог дал. И дал и тебе получил его. Не для того, чтобы ты тетежку радовался, целовался только. Но привел на небо. А для этого Бог дал тебе не только губы целовать, но и розгу. Не жалей розги, чтобы привезти его. Ты накажешь его, розгой. А дальше написано, но он не умрет. Приведи его в царство небес. Ребенку это не нравится. А ты не смотри на это. И скажи, я спасаю тебя от смерти. Мы говорим о смерти. Он должен умереть. А ты ответишь. Ребенок не должен умереть. Что если родители такие обеспечены? Не должен. Я подставляю своего ребенка. И очень сильно. Иеремия 26,8. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему, сказать всему народу, тогда схватили его священники, пророки, и весь народ и сказали, ты должен умереть. Он сказал то, что Бог ему повелел. Прямо в Писании говорит. И первый на этом священники. Но он им сказал на этом. Что если меня умереть, и весь город будет разрушен. Иеремия 13,19. И бесславите меня перед народом моим, говорит Господь. За горсть ищи меня, и за куски хлеба умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, а обманывая народ, который слушает ложь. В духовном плане сегодня им прославляют кого-то, канонизируют, кого-то отлучают. Кому надо жить, того отлучают. Все извращено. Ведь то, что сейчас прошел архиерейский собор, вы хотя бы себя знаете, это узурпация власти. На этом соборе не должны сидеть только деды, архиереи. Там должны быть священники, диаконы, чтецы, миряне, простой народ. И кто знает, где это Деворов оставит и что скажет. Почему это решили, что женщина не должна быть на соборе? Может быть, собрание, то великое. В первой христовой церкви, в церкви с собой жены молчали, а жены имели великую власть. Почитай, как Павел передает приветствие Акиле и Крискиле, Андронику и Юнии. Жены были благовестницами. Была такая Мария Магдалина, которая надана апостолам для апостолов. Этого не удоставился ни один человек на земле, ни один ангел. Женщина слабый сосуд. По уставу православной русской церкви собираются, допустим, собор через 4 года, его уже 70 лет нету. И они сейчас собираются, зарубежные архивеи говорили, что вот как соберемся, соединимся, тогда будет собор, и окрязь нигде нету. Почему? Причина одна, они боятся народа. Народ может предстать и представить им такое, что они все должны умереть. Потому что они предатели и убийцы народу своего. Они не правители народа, а кривители. Как говорит в видении в Геодосии сказал патриарх. Так или не так, но мы на деле видим, не прямо идут по евангельской истине. Толкует о каких-то миссионерах, о правах человека, принимает какие-то решения. Это все дым. Называется дымное надмение мира. Да нам право одно, только дому, умирать на Христа. Запомни это. Другого права у нас нет. Заходят в храм, это мое место. Да нам нет нигде места на земле. Нам места и в аду мало. Мое место оказалось в бланях Господних по милости Его. До конца доводи речь твою. И ты увидишь Иоанн 19,7. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Мне показывает закон, вот ты сказал там на монахах, и по закону нашему ты должен быть, и дальше там отвечен, а потому что умереть. Закон не изменился нисколько. Закон дан один вести к жизни, вести к любви. А закон, по которому убивать, такого закона нет. Есть закон, правило молитвы на созидание храма, когда строят, но на разрушение, на закрытие храма такого нет. Есть молитвы на сочетание, когда обещаются, но молитвы на разрушение нет такой молитвы. И мы должны твердо это себе иметь, что дома, если я молюсь, ну помолись и скажи, Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне сегодня так все устроил, что могу не пойти в храм. Нет такой молитвы. И нет такой молитвы, благодарю Тебя, Господи, мне детей надо в институт устраивать, поэтому пусть они уж как одеваются, померзки, пусть брюки девочки надевают, пусть красятся, лишь бы только хорошее место получили, должен. Нет молитвы, а есть отвергность всего, и приведи их на небо. Такое. Вот я и дети мои, которые дал мне Господь, не сам я взял. Такого нет, чтобы на разрушение. Да будут все едины, как я один. И нет того, чтобы разделялись люди, такой молитвы тоже нет. Потому что все разделение связано со смертью. Деяние 22, 22. До этого слова слушали его. «А за всем подняли крик, говорили, среди земли такого ему и жить не должно». Какое же он преступление сделал? Призвал благовестие среди неверующего мира, среди язычников. Еврей твердо был уверен, что они избранники, а раз избранники, им нельзя ни с кем общаться с язычниками, то это право переходит и на небо. Бог-то еврей, он же и назвался сущим Патриегова. Если мы на небо придем, и там язычники, «Так мне зачем такое небо?» Их так твердо наставляли в этом. И они по сегодняшний день так уверены, небо принадлежит евреям. И Айла это знал. И они слушали всю историю, когда он благовествовал. И он знал, что стоит скоснуться того, что все-таки Бог умер, то есть Иисус умер за всех, а вот этого ему не простят. И он сказал, «Я пошлю тебя до веков к язычникам на проповедь». Они подняли крик, «Ты должен умереть». Это вот сегодня, когда говоришь, что мы не знаем, кто спасется, мы знаем, что не церковь, не церкви, не спасения, я точно знаю. Меня спрашивают, «А ты уверен, вот умер такой-то вузах бапсист, и он не в раю?» «Не знаю, мне это не открыто». «А ты уверен, что вот такой-то православный, канонизированный в раю?» «Не знаю». День Господень откроет это все. Самое-то главное то, чтобы человек был в церкви, с Богом. Это я должен проповедовать и говорить. Церковь создал Господь, и вне церкви нет спасения, это все Писание говорит. Я должен говорить всем, сектантам и литикам, но решать вопрос спасения решает только сам Бог. Бог силен второй мир сотворить. Вместо Авраама из брызычников, как он и сделал, мы не знаем. Но даже сказать Пописание, это не сходится. Деяние 7,57. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него». Когда людям говоришь о спасении во Христе, о полной отдаче, буквально уши затыкают. То, о чем я говорю, из Слова Божия, оно должно проникнуть в уши, дойти до сердца и перейти на руки. Три меры муки должны вскиснуть. Почему они до этого места слушали, а дальше не стали слышать? Потому что он их обречил. Кого из пороков не гнали отцы ваши? Вы распяли Господа Иисуса Христа. Он не должен жить. Он увидел Христа на небе, он не должен за это жить. Сегодня ведь нам то же самое говорят и священники. А зачем ты это сказал? А почему ты мне говоришь? Мы с ближним иногда поступаем так же, расторгая дружбу, это по-фишечке приговаривает к смерти, а я его знать не знаю. Вот у нас кто уехал? Даже из лагеря. По разным причинам. Одних родителей, одну девочку увезли там в Турцию или в Таиланд, другая заболела, отправили, но они хотят обратно вернуться. Это люди, члены нашего общества. Нас угостили, аранка, например, удали, мы делим сейчас, и на их паре уже где-то откладываются. Мы дети одного отца. Мы должны все это перенести в духовный план. Все, что нас чем Бог наделил, мы должны откладывать всех, кто с нами имеет связь. С кем мы беседуем, да родные, близкие, знакомые. Посмотрите, из тех, которые ваши ровесники были, вместе учились, сокурсники, многих ведь уже нет. А если бы я раньше обратился, как многим я мог бы сказать, они бы не умерли. Где это наше воздыхание? В молитвах есть ли оно? А он мог быть спасенным. Но это я сам еще не знаю. Но когда я знаю, и я не говорю другому, ведь фактически мы этим самым открыли дверью смерти. От нас запах живительный на жизнь должен быть, и запах живительный на смерть. На смерть, когда людям говорят, вы думаете, верующий, а на самом деле никакой веры нет без Евангелия. Да, живительный, что ты уверовал, Бог дает тебе вечную жизнь. Мы носители вести о смерти Христовой. И носители вести о жизни во Христе. Деяние 25.7. Они приносили на Павла многие тяжкие обвинения, которые не могли доказать. Апостол Павел предстоял перед судом и каждый раз маячила смерть. Ведь фактически в каждом нашем разговоре в отношении с кем-то где-то рядом стоит смерть. Как мы закончим разговор, придем на службу, пропустили время драгоценное, как идем к причастию. Даже к причастию, но дороже ничего нет. Выше тела Христова ничего нет. Реально на земле, реально ощутимо, пощупать тело Христова можно только в причастии. И вдруг из-за того многие больные, они мало умирают. где царствует жизнь, всегда смерть. И где смерть, там жизнь. Это надо научиться видеть. Ни одного продукта нет, который не был бы ядовитым для человека, для одного, а для другого он спасительным. Точно так же во всех травах. И то, что мы говорим Слово Божие, мы должны научиться его говорить так, чтобы люди почувствовали здесь и смерть, и жизнь. А это дает только Господь. Если сказал народ, что Иисус должен умереть, а вот мы бы стояли там, я так вот прикинул, какая наша должна была бы быть реакция? Кричать? Бесполезно. А как принимать? А еще бы знание дано было то, что в этой смерти моя жизнь. В смерти Христа жизнь. Христос бы не умер, мы бы были грешники. Христос не умер, не была бы правительной крови под скупением рода человечества. Смотрите, какие тайны во всем скрыты. И поэтому везде добавляй, да будет воля Твоя. Если Христос должен умереть, это обязательно случится. В нашей жизни ничего не может случиться от того, что не придут на Господу. Если бы каждый Бог показал, кем ты будешь, какая твоя дальше будет жизнь, что тебе дается сегодня шанс встать на правую сторону, на сторону жизни. Водяйский народ, в обитованную землю, Господь сказал им во старозаконии, я предложил вам жизнь и смерть, я предложил вам свет и тьму, благословение и проклятие, и добавляю, изберите жизнь. Зачем вам умирать? У Христа был один путь к смерти, а через смерть к воскресенью. И у нас другого пути нет. Мы не только к телесной смерти приближаемся, да не дай Бог, что нас есть духовная. Мы ежедневно должны готовиться к смерти, чтобы войти в вечное воскресенье со Христом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok